Здравствуйте! Вы смотрите женскую программу. Я Оксана Хикматулина. Головной убор может многое сказать о человеке. А если он сделан своими руками, то ваш образ никто не повторит. Сегодня мы вам расскажем, как можно украсить и утеплить свою голову, а также попытаемся сделать аксессуары своими руками. А мы тем временем переместились в гости к Нелли Гараевой, стилисту, фотографу и дизайнеру головных уборов. Привет, Нелли! Привет, Оксана! Расскажи, пожалуйста, о трендах. Сейчас пользуются популярностью шапки в стиле Лала. То есть это не оригинал Лала шапки, но сделаны также моей командой. У меня есть шапка из шерсти Мереносов. Лупи Манго называется шерсть. Видим, здесь такую большую дырку. Дырка для того, чтобы делать высокую прическу, например, хвост. А у тебя еще есть авторский тюрбан. Расскажи о нем. На самом деле, эту шапку, она выглядит достаточно просто, но объемно. Я потратила целый месяц своей жизни на изготовление этой шапки. У нас в Красноярске нет ворса такого толстого. Я изготавливала сама ворс. Красноярка Ирина Солтис сама задает тренды в шапочной моде. Она шьет и вяжет эксклюзивные головные уборы. Привет, Ира! Привет, Оксана! Ира, расскажи о самых концептуальных твоих моделях. Это вот такая шапка, которую можно носить как папаху и как пилотку. Есть еще вот такой вариант. Очень подойдет для романтичных особ, потому что ее можно одевать не глядя. Любым образом, хоть так, хоть так, повернуть ее, одеть как шляпку. Если вы считаете, что шапки вам не идут, вы просто не умеете их выбирать. Наталья Солодовникова, стилист, нам поможет в этом деле и расскажет, как это сделать правильно. Важно то, что нужно выбирать шапку в зависимости от типа лица. Если лицо самое простое и легче всего, это, конечно, подобрать для овального типа лица, потому что идут разные виды шапок. Это и вязаные шапки, и шляпки будут, и с широкими полями. То есть здесь девушка может выбирать в зависимости от стиля своего. Если же лицо вытянутое, то тут уже нужно выбирать шапки более с горизонтальными полосками. То есть закрывать широкую часть лица. Это либо с вязкой шапки, либо, опять же, это могут с широкими полями шляпки подходить. Для лица квадратного типа шляпы лучше выбирать головные уборы с более мягкими линиями. То есть ни в коем случае нельзя выбирать шляпы с четкими. Наоборот, мы подчеркнем, то есть прямолинейность лица. Поэтому здесь мы выбираем более овальные линии. Это будут какие-то шляпы с помпонами, шляпы-фидоры, береты, которые можно носить на бок. Если у нас лицо в форме сердечко, широкое в области лба и узкое подбородку, то здесь мы должны делать акцент на форме глаз. Поэтому либо выбираем шляпки узкими полями, чтобы подчеркнуться брови, либо, опять же, какие-то будут выбираться береты, либо какие-то асимметричные шляпки, шляпки с луаль. В моих руках самый необыкновенный головной убор – это корона, а рядом со мной ее создательница Ольга Бородина и ее сынок Артем. Привет, Оля! Привет! Оля, расскажи, по какому случаю можно надеть корону? Корону можно надеть по многим поводам, например, на бал, либо на фотосессию, и даже на девичник мы делали один раз. А долго ее делать? Да, нет, в принципе, за полчаса мы можем управиться. Ну, давай попробуем. Давай. В толстую проволоку сначала делаем из нее каркас, после чего на более тонкую нанизываем уже бусины, и этой тонкой проволокой с бусинами обматываем, сделаем нами преддрание каркаса. После чего закрепляем кончики, и вуаля! Мы с Ольгой короновали друг друга и решили, что каждая девушка должна носить по 5 минут в день корону, чтобы повышать свою самооценку. Это была женская программа. Не забывайте баловать себя. До свидания.